Друзья, я вас приветствую из солнечного Санкт-Петербурга. Сейчас находимся в не совсем свойственном для нас месте, если конкретно Васильевский остров, так называемый Намыв. Это все, что западнее, западного скоростного диаметра. Когда-то 10 лет назад, когда я приехал в Санкт-Петербург, я подъезжал к гостинице... ветерок. Подъезжал к гостинице Приморская и любовался заливом. Теперь можно любоваться кварталами. Вот, встречаю я сейчас с заказчиком. Вот где работают заказчики, чтобы проживать в старом фонде. Да, местечко, конечно, прекрасное. По навигатору ездить бесполезно, потому что по бетонным дорогам только на КамАЗе можно проехать. Плюс еще все перекрыто шлагбаумами. Поэтому здесь не забыл уж. Вот, кстати, интересный купол. Всегда проезжая по ЗСД видишь его. Вот так он выглядит в реальности. Что-то пошло не так, никак его не закончат. Ладно, очень холодно. Забираю ключи и поедем в наш старый фонд. Все, друзья, забрал ключи. Едем на наши адреса, воспользовавшись тем же самым ЗСД. Вот, кстати, вдали тот самый купол, каркас, который смотрели внутри на мыло. Райончик, конечно, тот еще. Но квартиры дорогие, и при этом покупают их хорошо. Со слов заказчика. По визе, да? Проедемте еще раз. Мимо на мыло. Прежде чем мы пойдем на наш новый объект, будем его осматривать, забегаем на знакомый адрес. У нас дом Колбаса. Помните, тот самый проект. Сейчас там ведутся работы. Сейчас зайдем посмотрим, как и что. Если помните, мы здесь начинали работу, когда летел тополиный пух. Была жара. Июль. Или июнь, не помню точно. Вот, и еще гараж у нас тут сгорел. Сейчас уже летят листья. Все, пойдемте посмотрим, что делается в квартире. А, дело в том, что следующий объект, который вы увидите, он брат-близнец. Причем, наверное, однояйцевый. Этой квартиры. Судя по обстановке, вы можете догадаться, какой мастер здесь работает. Ну, потому что работают простыми материалами, но очень качественно. Но из-за этого грязненько. Как видите, здесь у нас цементная штукатурка. Вообще, все стены выполнены из паза гребня. Давайте посмотрим. Все выставлено. В чем плюс работы вот этих работ, которые выполняет... Ну, ладно, скажу прямо, это Виталий, да, делает? Виталий делает стены сразу так, что их не нужно штукатурить. Остается их только потом отмалярить. И этого будет достаточно. Многие каменщики, скажем так, итальянцы, они ставят стены так, что потом нужно еще штукатурить пару сантиметров. Все. Все по-суровому. Мне вот очень нравится. Очень нравится. Вот так. Так что, Валентин, если вы смотрите это видео, вот у вас будет так же. Так, ладно. Это все наши ребята сейчас делают здесь сантехнику. Но это посмотрите на канале у Антона. Меня больше всего интересует... Камеру протрем. Вот эта стена. Ну и, впрочем, как и в соседней комнате. Если помните, на объекте колбаса мы здесь все разбирали, зачищали, делали демонтаж. Потом мы еще с сыном здесь подразбирали. И стал вопрос о шумоизоляции данной стены. В итоге... Сейчас расскажу вам о весь адском пироге, который здесь был. Если пересмотреть старое видео, то вот этот выступ, он сантиметров 30 или 35. И вот все, что от него осталось. То есть здесь были применены... Первый слой это была сетка, которую заводили. Против крыс. Потом пароизоляция. Потом на каркасе два слоя шумоизоляции минеральной ваты по 50 миллиметров в разнохлёст. Потом слой материала... А, потом еще один слой пароизоляции. Затем ровный плотный материал 6 миллиметров звукоизоляционный. Потом еще один каркас и еще один слой минеральной ваты. И после этого еще была выставлена стена из паза гребня. Итого общая толщина стены получила где-то в районе 25 сантиметров. И вот это хорошая изоляция. Поэтому когда вы спрашиваете, что делать, и если у вас есть возможность потерять немножко пространства, сделать хорошую звукоизоляцию, вот один из вариантов. А чуть позже заедем на другой объект. Не знаю, в этом видео или нет, получится или нет. Где на Большом Самсонинском тоже у нас стояла задача сделать звукоизоляцию. Но, напомню, там у нас проблема в том, что надо сделать минимальной толщины. Заеду к ребятам, посмотрю, как у них там процессы идут. Там, если помните, в Телеграме еще выкладывал, там все стены пошли плесенью. Всю штукатурку, которую мы оставляли, потом пришлось взбивать, потому что все покрылось плесенью. Так что вот, друзья, не прошло и полгода, а всего-то месяца 3-4. Я вам показываю, как была сделана шумоизоляция. Кстати, весят каркас и все эти стены поставлены на край стяжки. Напомню, у нас тут была, балочка чуть не доходила, когда мы заливали. Ну, как видите, все замечательно стоит. Ничего не провалилось, все чётенько. Так, на наше счастье, на объекте появился Виталий. В кадр он не хочет, но за кадром расскажет нам про поддон, который был смонтирован. Да, здравствуйте. Значит, смотрите, люди захотели сделать себе поддон, который будет внизу обложен керамогранитом, плиткой, ну, собственно, да, трафик встроен в него и прочее. Что сделал? Учитывая, что здесь плиты ПГП идут дальше, пусть они влагостойкие, но вы сами знаете, как я отношусь к этому, ко всему, да, то есть опускать вниз не решился, и прислонять к ним поддон не решился. Сделал монолитную полностью плиту с бортиками, я отдельно от Дмитрия фотографии пришлю, там опалубку повыставлял, как и всё прочее, с небольшим уклоном уже готовым сюда, да, станется только гидроизоляцией всё это пройти, вот, и дальше уже, собственно, начинать гнать плитку и прочее. Здесь с этой стороны кирпич, вот у нас косая идёт, заливка, там дальше будет идти штукатурка примерно в этой плоскости, по сетке, и здесь вот это вот всё добро будет пересекаться, полностью закрываться в штукатурку цементно-известковую. Вот, потому что тут непонятное какое-то сочетание идёт, и по ширине мы бортом попали в трубу, в стояк, соответственно, нам придётся как-то выплясывать. Ну и плюс ко всему надо задать чёткую геометрическую форму, да, прямоугольник санузла, вот отсюда родилась вот эта вот косынка, потому что вот эта стена, ну, кривая. Вот, можете дальше выходить, ну и показывайте вот здесь вот. Вот борта, и вот борта дальше. Это всё идёт монолит с гранитным этим самым, господи, щепнем. Естественно, внутри лежит сетка армированная. То есть дело фактически фундамент. Как всегда основательно. Как всегда капитально, ребята. Жулик, как вы говорили, жулик делает не пойми что. Вот. Так что прошу, любите жаловать. Ясно. Ну пока процесс идёт, штукатурка идёт, как бы снимать особо смысла не вижу это всё. Дальше уже всё увидите. Дмитрий заедет, всё поснимает. Человек может выйти из домостроения и капитальных ремонтов? Никогда. А капитальный ремонт из человека нет. Никогда не выйдет. Ни один из другого, ни другой из третьего. Абсолютно. Как это, бывших полицейских не бывает, так и здесь. Понятно. Ладно, Виталий, спасибо большое. Всё, друзья. А теперь идём на новый объект, которому предстоит превратиться примерно в нечто подобное. Пойдёмте. Тут буквально 5 минут пешком. Покидаем славную колбасу. Едём. Можно по пешком пройти, но так холодно, я уж даёт. Ребята, кстати, с обводного канала сейчас тоже приедут с инструментом. Заказчику на обводном канале очень понравилось, как зачистили, ребята, всю подсыпку. Как будто пылесосом, хотя просто метёлочкой всё аккуратненько собрали. Ну, собственно, вот и приехали. Почти. Тут уже, видите, дома. Тех же годов постройки, 30-е дома. В том же стиле. И, скорее всего, в том же самом конструктиве. Всё, вот наш дом. Так, друзья, сейчас зашёл в подъезд. Нет, слово «парада» я не могу применить. Вы знаете, ну вот, один в один с Томом колбасой. Я когда здесь первый раз был, ну, просто один в один. Друзья, мы только что были на квартире, которая была идентичной. Чем она отличается? Только размерами вот этой первой комнаты. Вот там, в колбасе. Так как у нас это не первый этаж. Соответственно, на первом этаже часть квартиры уходит на как раз подъезд. На верхних этажах это уходит под квартиру. Поэтому вот здесь вот стеночка чуть-чуть пошире. И это передаёт буквально там 3-4 квадратных метра дополнительно. Всё то же самое, что было в колбасе. Плюсом является, что есть краны на батареях, радиаторах. Это хорошо. Здесь вам также мы производим полный-полный демонтаж. Ничего не оставляем. Всё демонтируем. Ну, тоже, видите. Изгованная палка. Так. Полный-полный демонтаж. Всё. И здесь, собственно, света нет. Санузел. Только что вы видели, как новый санузел делается. И здесь старый санузел. Только что вы видели, как здесь, там, где сейчас кухня и ванночка, здесь Виталий сделал трап в новой квартире. Всё, друзья. Начинаем демонтаж. И всё по новой. Так, ну что, друзья. Баловство закончено. С демонтажами и стяжками. Переходим к чему-то более серьёзному. Пока двигаемся в сторону Петроградки. По ходу изучаю документацию проектную. Сейчас встречаюсь с инженерами. Которые будут выполнять проект. У нас там интересная задача смонтировать две длиннющие балки. Сейчас приедем в квартиру, покажу вам, что нужно сделать. Мы сейчас в квартире. Ведь я настроен был говорить на серьёзные темы. Конструкторские решения. Но прежде всё-таки о нашем бытовом обычном. Сейчас пришёл в квартиру. И первое, что вижу своим измученным взглядом, что в квартиру проникли крысы. И, видимо, пока тут нас нет, они неплохо проводят время. Это вот по этим какашечкам. Это следы именно крыс. Тоже маленькая. Так что, прошу прощения у заказчиков. Они, наверное, посмотрят это видео. У нас всё открыто. Можно спокойно заходить. Правда, брать нечего. Ладно, давайте по конструктиву. У нас наконец-то всё сделано. Проектная документация. Значит, по плану у нас будет смонтироваться две балки. Одна балка в квартире и вторая в подвале. Подвал чуть позже покажу. Значит, здесь у нас будет разглажающая балка. От стены до стены. Тут у нас в общей сложности около 15 метров. Точнее, там, я помню, 14. Или 15. Короче, большая балка. Балка у нас будет составная по проекту из трёх частей. То есть, примерно, 5,50, 5,50 и 4. Вот. И также будут установлены подпорные стойки и сотые трубы. Ну, когда это всё закончится, скорее всего, уже ближе к стяжке, я покажу, как всё получилось. По проекту, и проходит это всё, должно проходить по центру. Вот. Но в целом, по дальнейшему проекту, масляно-масляно, да? По проекту. В общем, у заказчиков тут так примерно стена и будет. И сейчас ещё решаем окончательно. Ну, вернее, они решают, можно ли эту балку сместить сюда, чтобы она ушла в стену. Потому что двутавор у нас будет использовать 25-й. Соответственно, вот такая 25 сантиметров вниз будет торчать балка. Причём, естественно, мы её смонтируем по уровню самой нижней точки провисающей. Вот всё остальное, то, что выше, туда будет подклиниваться и обвариваться. Вот такая история. Так. Стены. Тут, опять же, небольшие фантазии. То есть, кто-то фантазирует о том, что монтировать эту самую балку, не убирая все эти стены. Но и так такие размеры монтировать сложно. Но я надеюсь, всё-таки нам дадут возможность убрать все эти стены прежде. Вот. Чтобы хоть немножечко облегчить работу. Потому что так, я, честно говоря, с трудом представляю. Как я уже рассказывал в ранних видео, да и проектировщики-то всё понимают, что эти стены сейчас ничего не держат. То есть, всё это можно убрать. Вот. И, кстати, кирпич с клеймом у меня товарищи одни хотели забрать. Спрошу заказчиков, если можно при демонтаже отдадим всё это дело, чтобы мне вывозить мусор. Всё. Так надеялся увидеть хоть одну крысу. Но нету. Ладно, пойдёмте в подвал. Так, друзья, сейчас находимся в подвале. Собственно, под квартирой. Из неприятненького я ещё в квартире почувствовал запах дерьмеца. Вообще, подвал всегда был сухой. Сколько раз здесь был обывал. Я здесь уже за последние полгода не раз. И, короче, половина подвала затоплена. С этим будем разбираться. Находочки красивые, да? Живых крыс не увидел, но вот такие зато есть. Так, ладно, смотрим на перекрытие. Видите, у нас такие бетонные своды. Балочки в целом нормальные. Вот единственное препятствие для монтажа, ну не то, что препятствие, а сложность, это коммуникации. То есть наша балка пойдёт как раз вот от дальней стены. И вот сюда. То есть надо будет смонтировать. Здесь в подвале будем, помимо заведения в стену, будем выстраивать бетонные колонны. Ну не бетонные, вернее, а кирпичные колонны с бетонными подушками, на которые также будет операться двутавр. Собственно, вот. Вот если бы не эта разлитая жижа, то в целом было бы очень хорошо здесь. А сейчас вот прямо эта неприятность. Надо с сантехниками связываться. Всё, сейчас встречаюсь с инженером, с новым. Зовут его Илья, может, когда-нибудь покажу вам его. Был бы Костя, я бы Косте дал проект. Сколько Костю сделай? Костя бы сделал. А сейчас приходится принимать невосредственное участие, обсуждать. Всё, друзья, с этим объектом у нас такая история. Я завершаю видео этого дня. Сейчас иду на один объект. Привет. Я знаю, что люди тоже иногда смотрят мои видео. Люди уже год собираются залить одну комнату. Там, не знаю, квадратов 20. Всякие разные варианты. В итоге я суски склонил на тёмную сторону, на профлист. Сейчас наконец-то монтируют и собираются заливать. Прохожу мимо, решил зайти, посмотреть, вдруг какие-то вопросы есть. Пойдёмте глянем. Чего мне не хватает в старом фонде, частенько, это, конечно, лифт. Здесь тоже шестой этаж, но, к счастью, есть лифт. Хотя могу и побегать по лестнице. Но лучше всё-таки подняться. Так, всё. Почти подготовлено основание. Докручиваю последние саморезы в ночи. И сейчас будет заливка. Кстати, взяли смесь Mix Master Optima. Ну, не самый лучший вариант. К сожалению, это марка. Хоть и заявлено 150, на самом деле, в лучшем случае 100. Но в наши нелёгкие времена с цементом лучше так, чем никак. Всё, всё проверил. Бог в помощь. Всё, друзья, посмотрел. Всё нормально, всё нормально. Правда, не сильно выровняли палочки. Теперь непонятно по мешкам, сколько получится. Друзья, на этом всё. Если вам нужна помощь в старом фонде, звоните, пишите, обращайтесь. Возможно, мы вам поможем, если вам понравитесь. Чаще всего, нормально люди обращаются. Всё, всем пока, до встречи.